Между тем, коммерсант в этот момент сообщает, что Ленинский районный суд Уфы пробил домашний арест до 20 марта 2023 года. Вице-премьер-министр ЖГХ Башкирии Борису Беляеву и министр строительства и архитектуры Республики Рамзель Кучербаеву. Их же, по-моему, целый год мурыжат. Почему дело-то не заканчивается и не выходит уже в конце концов к какому-то финишу? Ну, давайте так. Беляев Кучербаев. Беляев уже точно сидит с февраля на домашнем аресте. Там у него какой-то был эпизод, его выпускались под домашнего ареста. Ненадолго потом оспорили это решение. Он там походил по всяким чайным кофейням, его сфотографировал под полуфы, его потом опять закрыли на домашний арест. Ну, в феврале будет год, в марте, соответственно, будет год и месяц. То есть, 13 месяцев домашнего ареста – это, конечно, беспрецедентный срок. Это, судя по всему, так долго и так многократно продлевался срок расследования. То есть, это ведь тоже непростая вещь. Следователь должен обратиться и в суд, и к своему начальству с прошением о продлении сроков расследования. То есть, ему там должны его подтвердить и так далее, и так далее. Там и прокуратуры, и прочее. То есть, 13 месяцев следствия – это, конечно, очень много. Тем более, что, скажем, Беляев, он по одному эпизоду, насколько мне известно, проходит, а Кучербаев – аж по 50. То есть, у него 50 контрактов, и каждый контракт – это отдельный эпизод. Нет, это не отдельное дело. Наверняка они объединены в одно следственное дело, но 50 эпизодов, 50 обстоятельств, которые нужно проанализировать и какие-то доказательные базы собрать. Так что, ну, есть ощущение того, что затягивается. Есть ощущение того, что каким-то образом кто-то с кем-то договориться не может. Потому что, ну, 13 месяцев расследования по одному эпизоду. Я был свидетелем в суде одного дела, где судили тоже чиновника, значит, по аналогичной статье. И когда следователь в третий раз попытался продлить домашний арест, судья, ну, в общем, довольно жестко ему объяснил, что, мил человек, у тебя один обвиняемый, один эпизод. И, как бы, ты почему так долго расследуешь? То есть, есть определенные рамки и критерии. В данном случае этого не происходит. Судя по всему, идет какой-то торг, есть попытка как-то перерешать этот вопрос. А торг между кем-кем? Ну, давайте будем корректными. Между теми, кто не хочет, чтобы Беляев, значит, уселся в тюрьму, получил реальный срок и обвинение по политическим мотивам, не хотят этого. И между теми, кто, ну, собственно, ведет следствие и, видимо, ну, имея материалы на руках, понимает, что там надо за это дело сидеть. То есть, вот, скорее всего, вот так. Ну, посмотрим, кто кого, потому что, с одной стороны, очень долго уж длится следствие, с другой стороны, ну, как бы, следствие тоже не сдается. Ну, значит, мы делаем вывод, что есть намерение довести дело до конца. Ну, по крайней мере, ну, как бы, кто-то этого хочет. А Кучербаев? Ну, судя по всему, судя по обилию материалов и обилию эпизодов, Кучербаев, пожалуй, что обречен. Ну, он, имеется в виду, обречен на приговор. Это в моем представлении. Ну, какой-то будет Войтовый приговор? Ну, у нас принято, если человек украл мешок картошки, то получать за это 3-4 годика. Или за датуси. А за миллиард можно получить и условно, и там, и еще как-нибудь помягче, и что-нибудь такое. Можно там получить по нереабилитирующим обстоятельствам прекращение уголовного дела, например, как глава Кушнаринского района, там, прочее, прочее. Варианты есть. Судя по всему, ну, вот так как у нас республикой правят юристы, соответственно, вот, видимо, ищут какое-то юридическое решение. Не знаю, не берусь утверждать. А, между тем, на прошлой неделе Ленинский райсуд по ходатайству следователя временно отстранил от должности первого замминистра транспорта Виктора Жилькова. Эпизод уже вам известный, знакомый. Это дело в Сибае. Здесь, на ваш взгляд, что тоже, как бы, будет такое же выражение, давление, турок? Или здесь быстро расправа будет? Здесь, во-первых, необычно то, что следователь потребовал отстранить от должности. То есть, вот, чего не было с Беляевым, Кочербаевым. Значит, Хабиров же кричал громче всех о том, что до тех пор, пока я не увижу приговора, они сохраняют, как бы, рабочее место, да? То есть, за ними сохраняется рабочее место. Здесь следователь потребовал, значит, отстранить от должности Жилькова, но мотивируя тем, что он может влиять, находясь в должности, формально, будучи заместителем министра, он может влиять, там, по роду службы своей на своих подчиненных, там, в плане расследования, там, получения документов, доказательств и прочих вещей. На мой взгляд, абсолютно логично. И вообще, так должны поступать со всеми чиновниками, которые попадают под следствие. То есть, в конце концов, если вдруг окажется, что Жильков святее Папы Римского, и что все это были грязные наветы, и он ни в чем не виноват, ну, что же, извинитесь, выплатите ему компенсацию и накажите, значит, тех, кто обвинил ни в чем неповинного человека. Так ведь? Ну, так работает правосудие. А если нет, то, вот, например, тот же Беляев, тот же Кочербаев, там, год, находясь в этой должности, я не знаю, платят ли им зарплату, но вообще-то по закону должны. Ну, самое интересное, что сейчас... Это первое. А второе, они же в должности находятся, вот в чем дело. То есть, вот тут тоже момент. Вот поэтому, по этой причине, насколько следователи обосновывают, что он, оставаясь на рабочем месте, Жильков может оказать давление на подчиненных. Ну, вот именно. Ну, вообще, второй отдел находится в одном здании с Минтранцем. Ну, тем более, да. То есть, речь о том, что, действительно, чиновники, у чиновников существует некая иерархия. То есть, в конце концов, если заместитель министра, даже если он там сидит где-то там под следствием или под домашним арестом, если он там укажет своим подчиненным, они, извините, формально обязаны исполнять его указания. То есть, у них же нет ограничений, что там сидящий замминистр, не сидящий замминистр, он так или иначе замминистр. Ну, то есть, это совершенно, на мой взгляд, правильное процессуальное решение, и вообще так должно быть. Ну, вот насчет денег. На время отстранения от работы Жильков будет получать госпособие в размере 13 200 рублей. Ленинский суд, он же гуманный, не может человека оставить без средств существования, так ведь? У него семья, там, значит, хозяйство, наверняка дом, крузак какой-никакой имеется, это же все нужно содержать, так ведь? Вот. Ну, я говорил уже в своих выпусках, что было бы забавно, если бы суд еще и обязал жить на 13 200, вот, Виктора Михайловича, то есть, ей строго за этим следили. А вот как это следить? Ну, как, по расходам, по кредитным картам, по биллингу, по всем этим вещам, значит, да, то есть, суд вправе контролировать расходы его, ну, вправе дать такую возможность, например, там, судебным приставам и так далее. Ну, я фантазирую, то есть, понятно, что Виктор Михайлович тут же выдал бы все, наверное, секреты, все в своем министерстве, лишь бы не жить на 13 200. Вот, кстати говоря, это очень хороший такой метод воздействия, да, на чиновников, никуда не надо сажать, ни на какие рудники не надо отправлять. Чтобы надо заработать. На 13 200 его, раз, да, и жестко так вот, 13 200, да, то есть, чтобы вот, я думаю, что месяц-два вообще, для особо крепких два месяца, вот, срок выдержать вот это все, понимаете? Ни Луи Виттона тебе, значит, никакого муэта, вообще, даже 95-й бензин не по карману будет. Ну, это ж ад, так ведь? Жить на прожиточном минимуме. Вот, кстати, еще по поводу «Светской хроники». Был такой чиновник, Ростан Антхватуллин, это бывший начальник отдела градостроительного контроля и выдачи разрешения мэрии Уфы. А, да-да, что-то такое было. Да, вы же помните, что его уволили в связи с утратой доверия, из-за виния получения взятки в особо крупном размере. И, в общем, он восстанавливается в должности. Он судится с мэрией Уфы, просит суд признать незаконным его уволением в июне текущего года, обязать администрацию восстановить его в должности. Идет сейчас суд в Роженкинском районе. Вот, пожалуйста, вам пример чиновника борется за свою репутацию. То есть, взятку не доказали, да? Получается, что взятку не доказали. Абсолютно и не виновник, да? Не виновен. Вообще не виновник, да? Ну, что же, это чудесный пример того, как человек добивается правосудия. То есть, взятки не было. И, соответственно, недоверие человеку объявили совершенно... Обидели человека, оскорбили в лучших чувствах. Так ведь плюнули в лицо. Он, не жалея живота своего, трудился, выписывал честно всем разрешение на строительство, а тут его какие-то злодеи подсидели. Ну, что же, пожелаем ему успехов. Знаете, чем быстрее вся вот эта система сама себя сожрет, да? Ну, вот эти Тухватулины, все вот эти вот Кучербаева, Беляева и прочее. То есть, они же на самом деле перемалывают государственный аппарат, ну, вольно или невольно. То есть, он перестаёт работать нормально, по крайней мере, да? То есть, эффективно и прочее. То есть, с точки зрения какой-то деструктивной логики, надо только приветствовать. Чем быстрее они всё это разломают, тем быстрее мы, ну, перейдём к строительству чего-то более-менее внятного и понятного. Потому что, ну, то, как сейчас устроено государственное управление, по крайней мере, здесь у нас в Башкирии, это, ну, это недопустимая как бы схема, которая ведёт нас, ну, исключительно к каким-то проблемам. То есть, вот на Медне вышли цифры по сбору налогов в ПФО, и, наверное, вы слышали, вот это вот чёткий индикатор того, куда катится Башкортостан под руководством Хабирова и вот его всей системы управления. У нас четыре года подряд под руководством Хабирова уменьшается бюджет республики. То есть, вот с 18-го года он удвоился в Татарстане. Он везде вырос, кроме Башкирии. Понимаете? Да, были проблемы, были пандемии, были там прочие все вот эти вещи. Но с 18-го года бюджет удвоился в республике Татарстан. В Башкортостане он уменьшился по сравнению с 18-го года. Значит, Татария получала больше 15-го. В абсолютных цифрах. Понимаете? То есть, так вот о чём речь? То есть, система управления, система взаимодействия с федеральным центром, система взаимодействия с федеральным бюджетом находится в глубочайшем упадке в Башкирии под руководством дорогого Ради Фаридовича. Вот почему я говорю, что, наверное, хорошо бы, если бы вот эти все Хучербаевы, Беляевы, Тухватулины и прочие, 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 они бы поскорее бы всё это дело добили. Ну, потому что нужно довести до абсурда, видимо, ситуацию. То есть, так как голоса здравого смысла они не слышат, ну, то есть, когда им объясняют и говорят, что вот так делать нельзя, вот это нельзя, вот это плохо, они не понимают. То есть, ну, в силу разных причин, то есть, где-то просто ума не хватает, где-то там есть какие-то корыстные мотивы, то, ну, видимо, только какой-то, ну, демонтаж вот этого всего, то есть, либо доведение до полного коллапса, может быть, тогда наведёт на мысль, что нужно что-то делать. Потому что, если смотреть по объективным маркерам, вот, например, по бюджету, мы идём куда-то вниз. Хотя у нас инфляция, то есть, бюджет должен, в принципе, увеличиваться хотя бы потому, что инфляция, так ведь? То есть, цены растут, значит, и отчисления растут. Ну, то есть, условно говоря, если берём вот проданную булку, да, в ней есть налоги. То есть, если цена на неё выросла, и налог на эту булку тоже вырастет. То есть, даже вот инерционный рост наполнения бюджета должен происходить. А у нас идёт абсолютное снижение в абсолютных цифрах. Давайте мы этот вопрос запишем, передадим. У нас в пятницу будет экономист Ростанши Ахметов, гостя Куразиф Абдулина. Пусть он, на самом деле, вопрос живёт. Между тем, Ради Хабиров в своём ежегодном послании против правительства и администрации муниципалитетов не затягивает сроки выдачи разрешения на строительство объектов, если всё нормально оформлено, чтобы застройщики не ждали месяцами. Если я буду видеть, что затягиваются сроки по надуманным предлогам, буду считать, что вы руководствуетесь иными интересами, сказал Ради Хабиров. Да у нас вот целый чиновник сейчас, который обвинили в взяточке, чтобы восстанавливаться в должности мэрии Уфы, собственно говоря, его, по-моему, турнули за то, что то ли он быстро выдал... Очень быстро выдал, да. Разрешение на строительство. На гостиницу. Да, да. А нет ли здесь какого-то противоречия тому, что было до этого? Нет. Ради Фаритовича это одно большое противоречие. Он ведь юрист. А апеллирует абсолютно не юридическими терминами. Значит, тут смотрите. Существует некая схема получения разрешения на строительство. Сейчас она формализована до предела. Сейчас более того, даже есть электронные формы через сайты Министерства строительства и прочие органы госвласти. Можно подать эти документы, получить разрешение, получить всякие промежуточные разрешения и так далее. А Ради Фаритович оперирует понятиями надуманные предлоги. Можно у меня вопрос? Дорогой Ради Фаритович, а кто будет решать, какие предлоги надуманные, а которые нет? Это же тогда нужно комиссию создать, да, Витя? А давайте стройчас проведем. Или вот этот стройсовет, или как он называется? Градостроительный совет. Это все, вот градостроительный совет, это и есть надуманные предлоги. Вот когда Хабиров пришел и начал брать под контроль вот эту всю сферу разрешительную, выдачу разрешений, он же забрал сейчас вообще в правительство выдачу разрешений. Вот. А землю они забрали у районов, значит, опять же, в республиканское ведение и так далее. Так мы вспомним, что как раз вот скандал Стуху Атулину послужил причиной создания... Градсовета. Градсовета, да. Вот именно, да. То есть, он сам и есть то самое надуманное решение, вот этот самый надуманная причина, вот этот самый Ради Фаритович, он и есть наша надуманная причина. То есть, есть законы, есть нормы и правила, по которым выдаются разрешительные документы. Вот, например, если там стройплощадка, например, собственность не оформлена должным образом, не дадут разрешения там, ее габариты не устраивают, не дадут разрешения. Близко к чему-то находится там водоканал, там, я не знаю, там, ядерная электростанция, там, пусковые установки ракетные, не дадут разрешения. В остальных случаях дадут. Все должно быть формально работать. А вот градостроительные советы и сам по себе Ради Фаритович, это все надуманные причины. Потому что им очень хочется контролировать. Контроль – это всегда лазейки, контроль – это всегда хочу дам, хочу не дам. И вот сделайте так, чтобы я захотел. Ну и дальше уже, как говорится, варианты, да? Понимаете, о чем я говорю? Соответственно, Ради Фаритович – та самая унтер-офицерская вдова, которая сечет сама себя. Понимаете? То есть, он сейчас говорит про самого себя, на самом деле. Увещевая при этом своих собственных чиновников. То есть, ну, эту ситуацию мы наблюдаем практически каждый день. Так, почитаем немножко комментарии в Ютьюбе. Игорь Зыцарь пишет. Гойда. Ну, да. А что? Войнот. На что можно ответить? Да-да. Стишоу спрашивает. Куда делся Азамат Галин, призывающий бомбить атомные бомбы Украину? Ну, насчет Азамата Галина сразу скажу. Мы пытаемся его на эту неделю пригласить спикером. Пока нет... Я думаю, что он где-то там вместе с Красовским. То есть, тот, который предлагал топить украинских детей, а Азамат Галин бомбить ядерными бомбами, значит, Киев. Я думаю, что они вместе теперь. В прямом и переносном смысле. Министр Глава Башкири Радихайберов объявил 23-й год годом полезных дел для Малой Родины. Соответственно, что указ уже опубликован на портале правовой информации. Андрей Сергеевич, как вы себе представляете полезные дела Малой Родины? Ну, в переводе на русский язык эта инициатива означает спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Идите и помогайте своей Малой Родине сами. Придумывайте добрые дела, реализуйте их, а мы вас за это похвалим. Ну, естественно, не просите на это все денег, благоустройство закончено. Но, ну, как метко отметила Наташа Павлова, по-моему, даже где-то в вашем издании, что, ну, за неимением гербовой пишем на простой, так как Хабиров, судя по всему, не понимает, как бы, повестки, перспективной повестки следующего года, он решил опуститься там на несколько уровней пониже. Судя по всему, конечно, не сам придумал, там, какой-нибудь Шамиль Валеев ему подсказал. И вот решили такой вот сделать лозунг. Помогаем Малой Родине сами по мере возможности. Потому что, ну, какие-то большие, масштабные темы выносить было боязно, потому что, глядишь, не состоится. А, ну, по мелочи, вот там, травку постригли, скамеечку подлатали, уже Малой Родине добро сделали. Ну, и всё. Как-то концепция малого дела, окуклиться и уйти в внутреннюю Монголию. Ну, да, 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 то есть, как бы, да, вот внутренняя Монголия, вот эта собственная, то есть, масштабы снижаются, то есть, если раньше речь шла о каких-то крупных инфраструктурных объектах, проектах, там, значит, дорогах, развязках, значит, там, церквях и прочих кампусах, то сейчас уже вот будем, значит, скамеечки ремонтировать на Малой Родине. То есть, вот примерно так. Между тем, ушёл в отставку Флюос Адулин с поста бизнес-обудсмена. Теперь он будет представителем, ну, при торг-предстве России, при этом в Башкирии, по сути, в Китае. Как вы можете оценить его трёхлетие, которое он здесь отработал в качестве уполномоченного по защите прав предпринимателей? Ну, я достаточно далёк от предпринимательства в прямом смысле, и потому не могу оценить его эффективность, но в медийном плане он был абсолютно невидимкой. Нет, он вёл в социальной сети активно в первое время. Ну, да, ну, как положено, там, этот волшебный пендель некоторое время на человека действует, потом он… Нет, это он по своей воле, по-моему. Вот, ну, может, и по своей воле. Я его не замечал, не видел, то есть, лично я, ну, в силу, опять же, своей удалённости от этой тематики, расцвета малого бизнеса я тоже не наблюдаю за окном, вижу массу закрытых заведений, объявлений об аренде, там, и прочих вещах, это я вижу. Соответственно, ну, вообще эти все омбудсмены – это такая, в общем-то, шляпа, если честно. То есть, это просто надстройка над государственными органами, которые, по сути, обязаны заниматься некоторыми вещами, а ещё тут, значит, смотрящих ставят за это всё, да, то есть, там, по делам, по правам ребёнка. А вот права ребёнка, например, полиция не защищает, да, нужен обязательно амбудсмен, да, то есть, и прочее, да, то есть, это вот некоторое такое вот, какое-то нивелирование роли правоохранительных органов, да, то есть, вот права отдельных категорий людей нужно защищать ещё более, как бы, усиленно, чем вот это делает, например, та же самая правоохранительная система. Я никогда этого не понимал. То есть, зачем нужны вот эти амбудсмены? Ну, собственно, и их сущность, она, наверное, отвечает на мой вопрос, незачем. То есть, Милана Скоробогатова просидела там долгие годы, защищая интересы детей, сейчас тихонечко пристроилась в государственное собрание, ну, в тепле доживает свой политический век. Какую пользу нанесла? Какой эффект? Ну, аппарат, ну, кабинет, ну, там, у неё там какой-то автомобиль, колёса, там, бюджет. Ну, вот, то есть, это всё перемалывание бюджетных денег. Пока вы отсутствовали на родине, Марцелла Мурзакова признали иноагентом. Нельзя вас оставить буквально на пару недель. Скажите, пожалуйста, только потому, что он просил, или так звёзды сошлись, так сказать, по стечению, по совокупности? Ну, безусловно, он не просто просил, он умолял. Даже испадал. Да, он угрожать начал уже Министерству юстиции, и Министерство юстиции дрогнуло. То есть, ну, ежели гражданину так хочется. Так Пугачёва тоже просила, ей не дали, а здесь внечили. Пугачёва не так настойчиво просила. Она как-то, ну, издевалась немножко. А Ростислав-то по-честному просил. Прямо буквально нить спадал. Вот. Ну, ему жизненно необходимо было это звание, безусловно, потому что его авторитет вот в тех кругах, в которых он сейчас находится, крайне низкий. То есть, ему, ну, он какой-то там засланный казачок и вообще порченый мальчик. Соответственно, ему нужно, значит, было как-то немножко утвердиться. Хоть какой-нибудь АОС-ВАЙС иметь вообще среди. То есть, ну, какой из него к чертям либерал, там, оппозиционер, демократ, там, и кто-нибудь. Ну, совсем никакой. И тут, значит, вот выдало ему Министерство юстиции АОС-ВАЙС. Теперь он, значит, самый что ни на есть, значит, свой человек. Ну, по крайней мере, ему так кажется. Не, ну, это вызвало шклау в соцсетях, и в запрещенных сетях, и в незапрещенных. А люди немножко возмутились, что среди вот... Ну, среди приличных людей затесался вот такой человек. Это вы сказали. Ну, да, это я сказал. Ну, я тоже возмущен, потому что, скажем, если там взять вполне себе достойных людей, которые получили это звание, и среди них увидеть Мурзагулову, ну, мне, да, мне неприятно это было, конечно. То есть, я думаю, что многие так среагировали, потому что, ну, это как-то совсем уже омерзительно. Ну, так решил Минюст. Видите ли, это же почетное звание выдается Минюстом. Соответственно, на их усмотрение. Ну, ведь это же звание накладывает некоторые правовые ограничения, и даже, по-моему, есть опасности для имущества и активов. Получается, что он сжег все мосты, то есть, ничего не осталось у него? Нет, для имущества и активов никакой опасности не существует. Есть ограничения для тех иноагентов, которые находятся на территории России. У них есть там проблемы с бизнесом, с получением денег. Но Ростиславу это никак не отразилось. В том-то лицемерие всей этой ситуации, что ему это нужно было чисто для братвы. То есть, чтобы вот, ну, вот кем-то быть там среди них. То есть, на него это никак не отразилось. Это точно. Имущество у него здесь в Уфе кое-какое оставалось. Но я знаю, что не только в Уфе. Я думаю, что ничего с ним не случится. Он не потерял право имущественного распоряжаться им и так далее. То есть, так что нет. Я говорю, это чистый был пиар-ход и попытка там укрепиться вот в той позиции, на которой он находится. Ага. По с вами не смотрели? Да. Ну, что можете для себя выделить? Ну, жалкое зрелище. Цитата ради Хабирова. Мы живем в переломные годы. Время изменения глобального мирового порядка, открытого противостояния с враждебным коллективным Западом. На нашу страну, на всех нас идет огромное давление, обрушение, беспрецедентные санкции. Вы только что были в стране НАТО, собственно говоря. Ну, как идет там враждебное отношение к нам? Нет, я не заметил ничего подобного. Абсолютно нет. То есть, ну, это, естественно, мое личное субъективное наблюдение. Я, правда, выезжая, немножко опасался, ну, то есть, начитавшись всяких вот разных историй о том, как немцы от голода грызут кору, как англичане спят под семью одеялами, значит, там, ну, голодные омороки на улицах и прочее. Ну, и там озлобленные европейцы набрасываются на русских и забивают их камнями. То есть, ну, вот это все в нашей пропаганде это все было. Я не заметил ни одного проявления какой-то агрессии, какой-то враждебности. Более того, к россиянам сейчас, ну, по крайней мере, вот мой личный опыт такой, относятся как к людям, ну, у которых случилось какое-то горе. Где были? Вот. Ну, в частности, это Турецкая республика. То есть, люди относятся с каким-то таким вот, ну, как-то разделяют то, что вот у вас горе, у вас в стране проблема, то есть, у вас беда. Вот. И, соответственно, ну, как-то вот такое отношение. Никакого негатива, никакой агрессии, никаких конфликтов, ну, у меня, по крайней мере, в этом плане не было. Так что, ну... Тогда для кого вот это все вещевание, что нам хотел стоить Крестивый Запад? Ну, в большей степени для тех, кто никогда не был за границей, никогда туда не попадет. Это некое такое, ну, носит такой психотерапевтический характер. Понимаете? То есть, у нас, как известно, только 17% населения имеет загранпаспорта, и из них еще меньшее количество когда-либо вообще было за границей. Люди, к сожалению, знают о загранице только из телепередач, там, из Первого канала и прочее. То есть, что скажут, то и подумают, да? То есть, там, телеканал «Пятница» и вот рассказы всяких агитаторов. Соответственно, для них это вот. Это, в первую очередь, для тех, кто никогда там не был и никогда не будет. Потому что, ну, условно говоря, на самом деле законы во многих странах Западной Европы и вообще цивилизованных странах, они работают настолько более эффективно, чем у нас, и давно работают, что там вот подобные вещи просто невозможны. То есть, например, если вы там выйдете в майке со свастикой на улицу Берлина, то вы сразу же и почти гарантированно отхватите 7 лет тюрьмы. У нас с вами будут долго разбираться, что это было и прочее, прочее. То есть, у них эти законы очень жесткие, в том числе и по части дискриминации каких-либо других людей из других стран, с другими убеждениями и так далее. То есть, русские там не менее защищены, чем остальные все люди. То есть, с Гойдой там нет? С Гойдой там будут большие проблемы, да. То есть, если они расшифруют, что это такое, то действительно можно очень здорово за это дело отхватить. Между тем, ради Хабиров отметился еще одной репликой. Прошу коллег, занимающих государственные должности, быть очень аккуратными, с непродуманными инициативами, не согласованными с главой республики. Я имею в виду обсуждение, в том числе в Государственном собрании Крутая, повышение размера платы за капремонт, считаю это преждевременным. Я что-то не понял. Так у нас почти на каждый год запланировано, что-то не на пятилетку вперед, повышение платы, тарифа на капремонт. Какие проблемы-то? Тут важнее другое в этой фразе. Хабиров, по сути, запрещает принимать решение госсобранию, не согласованное с ним. Даже на стадии обсуждения. Да. То есть, может быть, тогда вообще госсобрание распустить, если у них нет права принятия собственных решений, суверенных и самостоятельных? Ну, за каким мы тогда их кормим-то? Ну, то есть, если это действительно так, как ставят вопрос Хабиров, то сейчас логично было бы немножко сэкономить на госаппарате. То есть, они все-таки избранные депутаты. Хабиров, будучи юристом, он попирает все принципы устройства нашего государства и республики чуть ли не ежедневно. То есть, заявляя о том, что все решения депутатов в госсобрании должны быть согласованы с ним, он говорит о том, что госсобрание больше не имеет права на самостоятельное решение. Так получается? И вообще оно ничего не решает. Так получается? Ну, то есть, я вот вопрошаю, я не утверждаю, я вопрошаю. Это первое. А второе, то, что по поводу подъема стоимости капремонта, на данный момент задолженность граждан республики Башкортостан по капремонту составляет 306 миллионов рублей. Учитывая, что это не очень большой платеж капремонт, ну, там, по сравнению с отоплением, электроснабжением, по сравнению с отоплением, то да. Да. Это небольшой платеж по сумме, но уже вот такая сумма долго накопилась. Есть основания полагать, что она будет расти. Если еще увеличить капремонт, то пропорционально сумма долга увеличится резко сразу. То есть, можно прийти к некому абсурдному положению, когда задолженность за какую-то из коммунальных услуг превратится уже в катастрофическую. Может быть, в этом смысле Хабиров их предостерег от этого, может, еще в каком-то. Но, повторюсь, важнее то, что Хабиров запрещает депутатам Государственного собрания принимать самостоятельные решения. Хорошие или плохие, или это нам судить, избирателям. Но теперь их начальником стал Хабиров. Вот что самое важное. Так, у нас в чате Станислав спрашивает у гостя, есть ли какой-нибудь телеграм-канал, где можно следить за его работой и мыслями. Нам в Амбашкирии не хватает умных людей. Особенно пункт приходит к бюро. Я с удовольствием рекламирую. Наш телеграм-канал называется «Открытая политика». Русскими буквами. Заходите, подписывайтесь, будем очень рады. Спасибо. Как там, шпионы, диверсанты? Да-да-да, и вредители. Враги народа. Враги народа, да. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о недопустимости применения зарубежных слов на государственном уровне согласно проекту, меры не касаются слов, которые не имеют аналогов в русском языке. Вот мы и даже для того, что государственным муниципальным служащим теперь будет запрещено использовать лексику с корнями из англо-сарсонского словаря. Как вам такое? Как мы до этого дошли? И вообще, как теперь за этим будут следить? Ну, вопрос усердия. Как известно, жесткость законов российских компенсируется необязательностью их исполнения. То есть, это сказал не я, а классик. Но если за этим, за исполнением этого закона будут следить пристально, то возникнут большие проблемы. В первую очередь, у каких-нибудь амбудсменов, например, да? Уже всё, да? Капут какие уж там амбудсмены. Полномоченные. Смотрящие. Будем называть всё вещи своими именами. Смотрящие. Вот. И так далее. То есть, ну, здесь будет просто бездонное поле, вернее, такое вот бескрайнее поле для деятельности тех, кто будет присматривать за исполнением этих законов. Мне интересно, санкции какие будут по закону. То есть, там штрафики или всё-таки это что-нибудь посерьёзнее. Вот. Ну, и, конечно, начнётся дикий бардак. Дело в том, что заимствованных терминов в нашем и обиходном языке и даже в канцелярите, ну, огромное количество. Это будет очень весело, это будет прикольно. Я не думаю, что это не сработает в конечном итоге никак, но повеселимся мы точно от души. То есть, слово «дашборд» выйдет абсолютно за рамки закона и прочее, прочее. То есть, вот нашим чиновникам, как жить-то дальше вообще? То есть, ну, у них там вообще будет. Вот тоже Наталья Павлова высказала мнение, что, возможно, этот закон будет просто иметь избирательное применение. То есть, кому-то он будет применяться, когда надо, кому-то нет. Ну, мы-то применим его сразу. То есть, как бы, как только он выйдет, я думаю, что мы просто, ну, люди с достаточным чувством юмора не поленятся написать, значит, все заявления на все, значит, применения этих слов в чиновничьем обороте и в чиновничьих, значит, всех этих, значит, проявлениях. То есть, ну, это может просто парализовать нормальное общение, если так вот, если всерьез нормально анализировать вот эту перспективу. Это в современном мире невозможно пользоваться реликтовыми языками. Так вот, по-настоящему, да. То есть, ну, в конечном итоге мы что, по-старославянски заговорим? А было бы забавно там всякими ядьями там вот это? Было бы забавно, да. Но на самом деле, если мы говорим о современном цивилизованном существовании, то, ну, даже ведь, простите, слово сундук нерусское. И шапка слова нерусское. А скрепа? Надо бы разобраться. Понимаете, да? То есть, масса, огромное количество слов – это нерусские слова. Огромное число англицизмов. Огромное число заимствованных слов из тюркских языков. То есть, тут – ой. А вот мы сегодня в утреннем эфире обсуждали создание нового пионерского движения. То есть, по-моему, пионерское, не пионерское. Никита, как его назвали? Движение первых. Движение первых, да, если его создали? Не больше, не меньше. Да. Какое местоимение ему использовать теперь? Как он говорит, перваки или как? Я не знаю. Нет, ну, это, конечно, тоже очень запоздалое, но абсолютно стереотипное решение любого режима, который пошел по пути радикализации, ну, вот, создание неких молодежных крыльев, да, то есть, там, не будем проводить аналогии, а то нас за что-нибудь там накажут, да, но были всякие югенды и прочие, значит, другие пионерские организации имени Владимира Ильича Ленина. Ну, то есть, все это было, все это всегда было у всех режимов, там, начиная от, там, я не знаю, там, Северной Кореи, Советский Союз, Куба, там, Китай, ну, и все-все-все-все тоталитарные режимы, все всегда создавали некие такие движения. Но, понимая, что в нашей стране нет никаких идей, кроме бабла, я все-таки испытываю надежду, что все это дело закончится тем же самым, там, вот, к чем закончилось со всякими, там, вот, этой молодой гвардией, там, всякими юноармиями, помните, да? Так юноармия не закончилась, существует она еще? Ну, понятно, она существует, но что-то мы не видим, чтобы это вот превратилось в что-то грандиозное и, на самом деле, эффективное самое главное. Вот, ну, где у нас там молодая гвардия, где идущие вместе, там, идущие туда, идущие сюда, там, с барабанами и без барабанов, помните, все это организовывалось, да? Ну, денежки освоены, потопчики разбежались по всяким разным заграницам и все нормально, да? Вот. Надеюсь, что здесь так же будет, потому что, ну, ни к чему хорошему подобные затеи, как правило, не приводят, но история нам об этом говорит, да? Мы, ну, получаем какое-то количество интеллектуальных инвалидов, то есть, которые вот, ну, кто-то из этих детей все-таки уверует. А вам скажут, что скауты есть в Штатах, которые ходят в их, ну, и работают? Какова влиятельность скаутов вообще, в принципе, и количество скаутов в США, насколько это проникло в общество? Ни на сколько. Это всего же такой кружок по интересам. Это дети, которые ходят в лес, значит, учатся там искать север при помощи определения расположения мха на дереве там и разжигать огонь уличительным стеклом и все, и все. То есть, это юные натуралисты в большей степени. То есть, идеологизации там этого процесса практически нет. Ну, да, родину любить учат. Ну, это же неплохо, да, Вик? Наил Шафиков пишет в чате, я просто прочту, сняли деньги, 500 рублей с пенсионной карты за госуслуги, для меня это деньги. За что? Вы знаете, Наил, ну, по всей видимости, может быть, это была какая-то платная операция у вас, просто мы не знаем подробностей, к сожалению, пламаемо. Надо обратиться в поддержку... А госуслуги оказывают платные услуги, что ли? Может быть, комиссию какую-нибудь. А, они теперь тоже банк? Я шучу. Нет, ну, Наилу надо обратиться сначала в госуслуги, а потом обратиться в полицию, если у него просто пропали деньги. Так, у нас повестка возвращает тому, что было на прошлой неделе, имеется в виду послание. Здесь депутат Вячеслав Рябов от ОДПР возмутился тем, что после оглашения ежегодного послания главы в зал покинули министр и не приняли участие в рассмотрении главного финансового документа в ближайшие три года. По-моему, это не первая жалоба уже, по-моему, в прошлом году. А у меня вопрос к депутату Рябову. А вам же сказали, что вы не должны принимать никаких решений, которые противоречат интересам и решениям главы республики. Кто вообще вас, вот как депутат у вас, господин Рябов, вообще о чем-то спрашивает теперь? То есть, сидите тихо, ровно. У вас там тепло в госсобрании, у вас там буфет. Вот и все, что вам полагается теперь. Ну, на самом деле, не в первый раз такое мы видим, когда так пренебрежительно Кабмин относится к депутатскому корпусу региональному, когда после прочтения доклада буквально редки встают и вслед за главой уходят. Это абсолютно, ну, как сказать, это естественное отношение. Они к ним относятся так, кем их и считают. Понимаете? То есть, если бы у правительства был некий пиетет перед парламентом, то есть, и понимание, что парламент влияет на экономические процессы, то никто бы так не вставал и так вот на них, извините, не клал с прибором. А к ним относятся ровно так, как они этого заслужили. Ну, между прочим, Рябов апеллировал к спикеру, Толкачев не спикеру. Как вы сказали, не спикера. Смотрящий теперь, спикер, это же неправильное слово. Смотрящий за Крулта. Неприятное слово, смотрящий. А, ну, такой зато, такой скрепный. Председатель. И Толкачев, собственно говоря, не заступился за своего товарища, скажем так. Почему так? Почему у нас Крулта не изведен до просто до какого-то мини-принтера? Нет, ну, причина этому глубинная находится, на самом деле, не в том смысле, что сейчас там какое-то обалдевшее правительство вдруг появилось и которое, значит, там на всех забило. Нет. А причина, в первую очередь, находится в том, каким образом этот Крулта сформирован. А кто, простите, составлял списки тех, кто станет депутатом? В каком здании? В каком крыле этого здания составлялись списки? Избиратели. Избиратели. Голосовали. А в списке кто составлял? Кто их согласовывал? Тасовал? Убирал? Добавлял? И так далее. Вот этот предвыборный процесс. Ну, кто, если не администрация главы? Ну, естественно, а как к ним еще могут относиться? Только как к подчиненным. Мы вас породили, мы вас, как говорится, и танцуем, когда хотим. Когда не хотим, не танцуем. Ну, насчет порождения. Между прочим, у нас до конца года действует Конституционный суд, ему на смену пришел Конституционный совет. Депутаты проголосовали за назначение на должность председателя Конституционного совета при Республиканском парламенте бывшего главы Центра сборкома Республики Хайдара Валиева. Господи, сколько мы его уже не слышали, но ведь... Но борозды не испортят. Да. Как, знаете ли, все поговорки имеют греческие корни и состоят из двух частей. Вот эта поговорка о том, что старый конь борозды не испортит, второй частью имеет продолжение, но и глубоко не вспашет. Вот это важно про Хайдара Валиева. Все-таки страна НАТО на вас какое-то влияние не разумела. Для чего его вынули из небытия и для чего вообще нужен этот совет? Ну, это скорее формальное явление, так как идет причесывание регионального законодательства, оно уже идет много лет, имеется в виду, называется это причесывание, приведение в соответствии с федеральным. Уже привели все, что можно. Ну да, но этот процесс, кстати, длительный и очень трудоемкий, потому что за годы самостоятельности регионы породили огромное количество противоречащих законодательных актов, которые и противоречат федеральному законодательству, и не стыкуются с ним и так далее. То есть, это такой очень сложный процесс. На самом деле, тут я не иронизирую. Вот это как раз очень важная работа для депутатов госсобрания. Но здесь просто это как бы какой-то компромисс. Ну, хорошо, нет у нас теперь конституционного суда, который и так, собственно, вы последнее решение конституционного суда Республики Башкортостан помните? Я помню, что там было много отказов на рассмотрение жалоб граждан. Да, да, да. То есть, это был не очень работающий орган. И потом он же работал в рамках Конституции Республики Башкортостан, которую тоже там, ну, уже там каким-то образом модифицировали и прочее. То есть, на мой взгляд, это была не очень важная такая институция. А зачем создали новую? Ну, чтобы было. Понимаете, да? То есть, самостоятельность юридической, правовой у этой институции никакой нет. Ну, есть и есть, и ладно. То есть, ну, красиво звучит Конституционный Совет, да, и прочее, да. Опять же, Хайдару Валиеву машина, кабинет, почет, знамя, пенсия. Ну, жалко, что ли? Зато пределе. И пределе, да. Между тем, Башкирия попала в топ-5 под отрицательные динамики скорости первичного ответа на обращение к гражданам в соцсетях. В ноябре телеграм-канал ЦУР официал публиковой рейтинг регионов. Лидером по ускорению стал Севастополь. Там показания снизились, показатель снизился на 1 час 45 минут. Жители Мурманской области в этом месяце стали получать первичный ответ быстрее на 1 час 13. В пятерку лидеров вошли Мордовия, Иркутская область, Костромская область, в числе регионов с отрицательной динамикой Тверская, Коми, Башкортостан, Алтай, Ингушетия. Как же так? У нас целый ЦУР работает. Целая Прочаковская. Я забыл. Это ваш любимый персонаж. Там все дела. Я вообще в шоке. Мне кажется, это грязные наветы. Мне кажется, это происки конкурентов. Не могла Прочаковская оказаться в аутсайдерах. Она же там целыми днями рыдает и руки заламывает, как она там работает. Они же ночами трудятся в этом ЦУРе. Свет не гаснет в окне. Вы что? Дым из трубы идет день и ночь. Но иронизировать можно долго. На самом деле, конечно, когда продавец ШТОР начинает заниматься взаимодействием власти и населения, то итог абсолютно предсказуем. Мы его сейчас видим здесь. Эффективность взаимодействия населения и власти не измеряется хвалебностью комментариев в социальных сетях главы республики. Вот этого Елена Анатольевна понять не может. Радио Фаритовичу инстинктивно приятно, что когда он откроет свой Инстаграм, запрещенный на всей территории православного мира, но тем не менее он есть, у Хабирова, так вот откроет он свой Инстаграм, а там сплошное спасибо. Так тщательно Елена Анатольевна почистила у него бороду этих комментариев. Он откроет свой ВКонтакт, а там сплошное спасибо, дорогой Радио Фаритович. А вы верите, что они банят некоторых пользователей? Я знаю, что это так. Например, меня. А у вас? Нет, и десятки других знакомых моих подписчиков. У меня в общей сложности где-то примерно под 60 тысяч подписчиков в разных соцсетях, и из всех из них было несколько сотен, если не тысяч, уже персонифицированных заявлений, что меня забанили у Хабирова, у меня забанили у Хабирова. То есть, тут я не то что допускаю, я уверен, что огромное количество подписчиков и людей, граждан и жителей Республики Башкортостан не имеют доступа к вот этим вот ресурсам. То есть, только потому, что они имели наглость что-то там такое нелицеприятное написать. Причем это не мат, это не оскорбление, за это банит сама соцсеть. Это вот то, что считает Елена Анатольевна неприемлемым для уха и глаза дорогого руководителя. Вот результат этого рейтинга – это то, что они абсолютно неправильно понимают суть взаимодействия населения и власти. Взаимодействие – это не всегда спасибо, взаимодействие – это часто вопросы, и даже недовольство иногда. Ну, Елена Анатольевна этого не понимает. Как вы думаете, вот этот Моябольский рейтинг, он может быть основанием или предлогом для того, чтобы присмотреть позицию нашего ЦУРа и, собственно говоря, его руководителя, скажем так, кадровые какие-то… Да нет, конечно, она не способна на пересмотр каких-то позиций, потому что, ну, там такие примитивные представления, тут надо кадровое решение принимать, надо убирать этих Черенковых и Прочаковских, нужно менять их на других людей, с нормальными компетенциями, а самое главное – с нормальными взглядами на процессы. А нам тут пишут, что, оказывается, просто Прочаковская в отпуске была. Может быть, из-за этого сразу провалили… Ну, конечно, да, трубку никто не брал, да, все загуляли там всем ЦУРом, да. Ну, понятно. Ну, нет, иронизировать на эту тему можно долго, но я говорю, здесь вопрос с компетенцией. Когда у человека их нет, им нет откуда появиться. Вот и все. Между тем, Курутай сообщает, что 9 мая на всех административных зданиях Башкирии теперь будет вешиваться знамя победы. Такое решение было принято на последнем полинарном заседании. В ответ на это нас с Салаватской администрации вывесили знамя Хорватии. А, вы увидели, да. Ну, что там за диверсанты сидят, кстати говоря, вот. Амуршанка. Амуршпионы какие. Хорватия, может, по-прочему, страна НАТО. Действительно. И также подписан закон о приоритетном выделении древесины семьи погибших участников СВО. Древесина какого рода будет выделяться? Доски или… Нет, имеется в виду… Драва? Имеющие земельные, значит, участки в населенных пунктах для ведения лично подсобных хозяйств наделены преимуществом права заготовки древесины для собственных нужд. Значит, это отдельно до 110 кубометров деловой древесины. Ух ты. И, соответственно, на ремонт надворных построек и для нужд отопления. Чудесно. А Владимир Владимирович обещал еще участки в Крыму и Подмосковье. Это для всех? Для тех, кто отличится. Ну, пока у нас древесина. У нас древесина. Ну, нет, это как рок-изобилие. Без очереди детский сад, субсидии на обучение. По-моему, бесплатное высшее образование. Это потому, что кто-то тут у нас недавно иронизировал, что вся Европа теперь из-за отсутствия российского газа будет замерзать и будет топиться дровами. Да-да-да. Ну, немцы же уже грызут кору с деревьев. По данным Первого канала они прямо это... Замерзают. Нет, есть нечего. Есть нечего. Грызут кору с деревьев. Это ужасно. Да. Вот давайте на это позитивные новости мы с вами и завершим. Андрей Сергеевич, лучше, в принципе, можно, наверное, с наступающим Новым годом. Ну, конечно, да. И всех наших слушателей поздравляю с наступающим Новым годом. Наши власти не хотят нам устроить веселый Новый год. Мы сами его себе устроим. Стало с 10 дней до 2023 года. Я надеюсь, что в оставшееся время хоть какие-то позитивные, положительные изменения произойдут, какие-то приятные, хорошие новости наступят. Мне кажется, что мы все этого заслуживаем. Вообще мы соскучились по этому. Спасибо, что пришли. Увидимся уже в следующем году. Всего доброго. До свидания.